Сегодня у нас будет необычное видео без каких-либо спецэффектов и декораций. Я покажу готовый объект так, как его видит заказчик при приеме работы. Но самое интересное, расскажу про особенности черновой электрики, прокладку линий и расключение подрозетников. А еще вы узнаете о стандартах качества компании Elmond и нюансах комплектации и подключения силового щита. В процессе работы мы решаем много вопросов, связанных не только с техническими задачами, но также и с человеческим фактором. И на этом объекте произошла ситуация, из-за которой мне самому пришлось выйти на монтаж. Разошлись наши пути с руководителем проектов, человек, которому я доверял. Именно из-за этой ситуации мы могли подвести заказчика. В итоге, теперь в компании Elmond новая стратегия работы. Я в частности принял такое решение, что теперь мы будем всех мастеров растить с самого начала. Сделать из человека топового монтажника. Вот на этом объекте, на Мытной улице, первый наш такой опыт. Я сам на этом объекте рассказываю, показываю, как что делать. И Никита работал в другом городе, пришел в компанию Elmond, хочет делать очень круто. Практически вдвоем с ним реализовываем объект. И одна из составных частей работы – это прокладка линий. Здесь их 36 штук. Квартира четырехкомнатная с двумя санузлами и отдельным гардеробом. Общая площадь этого объекта – 127 квадратных метров. Розеточные линии здесь идут по полу, а освещение по потолку. Посмотрите, какая красивая ровная работа. На первый взгляд кажется, что тут все очень легко и просто. Но, чтобы сделать так, нужно знать правила монтажа линий. Представим, что это у нас потолок, мы работаем наверху. Лазерный уровень выстраиваем по первой клипсе, и она идет в самый низ. Будет третья клипса, серединка. Сначала мы добиваем всю линию до конца, и только потом мы делаем повороты. И когда нам надо сделать угол, расстояние оставляем вот тут раз и тут два. Всегда пристреливаешь первую клипсу и последнюю. И если батарея большая, то пристреливаешь через две, там, четыре клипсы, чтобы они держались. Как сделать угол? Вот, мы подставляем. Эти клипсы можно не прибивать, но если их только не больше пяти штук. Угол идеально ровный. Для реализации проекта в этой квартире нам понадобилось 1255 метров силового кабеля абсолютно разного назначения. Для розеток мы, естественно, использовали кабель 3х2,5 с маркировкой ВВГ-НГ-АЛС. Но прежде чем его проложить, кабель нужно затянуть в гофр-трубу. Как раз для этого нам и пригодился этот длинный коридор. Гофра не только метод монтажа, но и дополнительная защита, особенно в стяжке. Все будет под ногами мешаться, размахиваем руками. Но прежде чем прокладывать линии, неважно, по потолку или по полу, мы вмазываем подрозетники. В этой квартире их понадобилось 122 штуки. Это число взято из проекта, не из воздуха и не из головы. Даже для монтажа подрозетников нужно знать много нюансов и уметь читать проект. Не меньше опыта необходимо для того, чтобы правильно завести кабель в установочную коробку. Смотри, мы сначала прокидываем линии, освещение обязательно подписывать. Вот так подписывать неправильно. Надо всегда на конце подписывать. И начинаешь подписывать не отсюда, потому что название может быть большое и вылезешь, и все. Подписывать сначала и идешь вдоль. И такое вот расстояние оставляй, потому что можешь откусить. Ты отрезал, половину названия даже не видно. Обязательно, чтобы изоляция была прям ровно за подрозетник или внутри подрозетника. Вот тут очищать ни в коем случае нельзя. Берем кусок изолент, наматываем около основания. И тут подписываем питание штор. Пиши только печатными буквами, потому что с прописными могут быть проблемы с почерком. Тут ты оставляешь запас чуть больше. Отрезаешь все, чтобы они были под одной длине. Очищаешь на 12 мм. И так делаешь со всеми кабелями. Если это выключатель, мы полностью все подключаем. Питание, проходные, перемычки. Внутри коммутируем, чтобы у нас только осталось два конца на выключатель. Неважно, на частовых работах мы будем подключать или не мы, чтобы у человека, который будет подключать, не болела голова вообще никакая. Вот эти два конца у него остаются. Он просто снимает маленький выключатель. И какой бы ни был, вешает новый. Когда все подрозетники расключены, промаркированы и уложены, начинается проверка на вшивость. Здесь заглушка черная. Она прям сделана на ЧПУ станке ровно под 68 мм. Ты вставляешь, и если она не встает, подрозетник вмазан криво. А подрозетник может стать яйцом. Наоборот, так расширится или как угодно. И если будет неровно, надо будет полностью разбивать и перевмазывать. На подрозетниках надо делать большой акцент вот этих черточках слева и справа. Не надо ничего придумывать, какие-то лазерные уровни. Это все очень долго. Ты правил поставил, но если ты смотришь на правил и ставишь неровно, вопросы большие это и к тебе. А так это будет легко сделать. Конечно, мы устанавливаем защитные заглушки не просто для проверки геометрии подрозетников. Порядок и частоту, которые есть сейчас внутри у нас, необходимо сохранить до частовых работ. А после нас еще будет несколько месяцев ремонта. Поэтому мы выводим выключатели и ставим розетки, чтобы мастерам было удобно подключать инструмент. И ни у кого даже не возникло мысли вскрывать и смотреть, что внутри подрозетников. То же самое и со щитом. Мы сдаем полностью готовый силовой щит, который контролирует нагрузку на линии, напряжение и защищает тех же строителей от несчастных случаев, которые могут случиться из-за электрики. Пока идет ремонт, щит проходит проверку. И когда заказчик заселяется в готовую квартиру, он точно уверен, что получил надежную, качественную электрику. На прошлом объекте мы даже специально делали короткие замыкания, чтобы проверить, как отрабатывают автоматы. Видео есть вот здесь. Посмотрите, это тоже интересно. Касаемо этого щита, нам приходят три фазы. В подъезде стоит автомат на 32 А. Грубо говоря, это около 15 кВт мощности. Это классический щит от компании Elmond. Здесь есть кнопка отпуск, реле напряжения, по стандарту огнетушитель. А вся электрика разбита на 7 групп УЗО. УЗО, освещение, техника, мокрая зона, климат, розетки, кондиционирование и неотключаемые линии. За каждую из них отвечает УЗО на 63 А и 30 мА. Ну и в каждой группе есть по несколько автоматов и, соответственно, линий. Какие-то отвечают за розетки в целой комнате, какие-то за отдельный прибор. Например, вот здесь у нас есть сушильная машина, посудомоечная машина и бризер. На сушильную и посудомоечную машину мы устанавливаем автомат на 16 А, так как прокинут кабель 3 на 2,5 сечением. А на бризер, это менее мощная техника, стоит автомат на 10 А и кабель использовался в полторашках. А для трехфазной техники, проточного водонагревателя и варочной панели мы установили два дифавтомата на 4 полюса 16 А номинал, так как был прокинут кабель 5 на 2,5 квадратных миллиметров сечением. Кабель 5 на 2,5 оказался в 20 А. А, у меня же, блядь, микрофона нету. Что я говорю? Сборка этого красавца не только технический, но и творческий процесс. Практически полностью его прошел мой стажер Никита. У него уже был опыт работы, но щит такого формата он собирал впервые. Изначально потратить 2-3 часа, напиши, что за линии будут идти. И когда будешь бросать линии, прям ставь цифру. Там, например, 1, розетка, коридор, гардероб. Вышло на 36 линий, в щит должно зайти 36 кабелей, прям по списку. В самом начале мы уже знаем, сколько у нас будет линий, сколько у нас будет узок. Щит достаточно большой, 96 модулей. И нам надо понять, где что будет находиться. Мы фазы в одну сторону, все белые. Всю землю мы в другую сторону, в левую часть. Все нули мы в правую часть. Все, мы подключили. Не хватило земли, поэтому часть еще и наверху. И также нули. Пришли они снизу, мы ставим тут все нули. Здесь будет в одной автомат реле напряжения и кросс-модуль, чтобы раскидать всю обвязку. Вторая рейка будет для кнопки отпуск двух дефолт плита проточник. Следующая рейка будет отдана на узошке. А здесь у нас раз, два и три ряда обычных автоматов. Получится, что это техническая часть. Заказчик практически не будет обращать, только отключает одну кнопку отпуск. А пользоваться ему надо вот этой вот частью. Тут надо еще понимать, что логически, так как я заказчик, я в электрике не понимаю. Я вот в этой электрике. Мне надо, чтобы мне было понятно все логически. Тут техническая часть, а вот эти автоматы. И они будут подписаны внизу. А если здесь УЗО, здесь автомат, здесь второй автомат. Заказчик скажет, что за паутина? Куда мне нажимать? Он ничего не разберется. Когда мы проектируем щит, мы изначально думаем о комфорте заказчика. А не о том, как нам удобнее было бы подключить модули. Естественно, продумываем мы и выбор оборудования. Мы ставим не автомат, а рубильник. Почему, знаешь? Я бы автомат поставил. На лестнице стоит автомат на 32 ампера. И что ты в квартире поставишь? Также на 32 ампера. Ну, а тогда смысл его дублировать? Если и ставить автомат, то номиналом ниже. 25 ампер. Но тогда что? Ну, мы понизим себе мощность. Правильно. Чтобы не понижать себе мощность, мы ставим рубильник. Он работает просто как кнопка. Если нормально спроектирована электрика, и нормально она сделана, в одной автомат, если даже и будет вышибать, раз в 5 лет, я лучше схожу на лестницу и включу его, чем я потеряю себе 7 ампер. Полтора киловатта. И то, навряд ли он будет вышибать. Почему он должен вышибать? Теперь мы делаем реле напряжения. Реле напряжения – это устройство, которое защищает всю электрику в доме от перепадов напряжения. А как она работает? Происходит скачок напряжения, и если простым языком, то реле напряжения просто мгновенно отключает сеть. Будет не скачок напряжения, а напряжение будет 50 вольт, например. Установка диапазона, допустим, от 170 до 250. Как захотел, так и поставил. Реле напряжения сразу ставится после вводного автомата. И только после него идет все оборудование. И вот в этот момент проявляются все плюсы того, что лучшие мастера для компании – те, которые воспитаны внутри нее. Это ребята, которые горят в профессии и хотят учиться. Питание лучше сверху или снизу подводить? В ПУИ написано, что питание надо подводить на неподвижный контакт. Неподвижный контакт у большинства автоматов распагается вверху. У АББ разницы нет. Если немножко там несимпатично, чтобы вот прям ровно, называется задротство. Нам этого делать не надо. Это того не стоит. Ты потратишь времени много, а смысла от этого не будет. И видишь, у тебя угол такой чуть идет. Надо вот тут что-то расправить и право нажать, чтобы он ровненько держался. Вот этого более чем достаточно. Я видел, кто там делает по лазерному уровню или каким-то циркулям чертит. Это бред точно не ставит. Это у нас плита и проточник, да? Пусть Никита подключает щит. Не будем его отвлекать. Я буду контролировать, смотреть. Стоп. Как ставил? Это не снимаем. Цель этого видео было показать для реальных заказчиков. Электрика это работа рукой, головой, физически сложная. И на каждом этапе, не важно что это, штрабление, подрозетники, монтаж электрического щита, есть свои нюансы. И эти нюансы только могут приобрететься с опытом, с десятками реализованных объектов. Нельзя просто в теории или насмотреться YouTube, взять, прийти, собрать щит на 96 модуль или на 100. И компания Elmon теперь набирает стажеров. Неважно сколько объектов потребуется, 1, 2, 3, все в зависимости индивидуально от человека. Они сделают под контролем, под надзором. Как только я пойму, что этих людей можно одних оставлять, они будут самостоятельно реализовывать объекты. Самый лучший ресурс это выращенный из своей же компании.